Вот легко у нас в России, у нас у буферных фонарей всего три состояния. Два белых едем по перегону, один белый с стороны машиниста маневры, и белый с красным, когда едем по неправильному пути. А вот в Англии у локомотива четыре буферных фонаря, и каждая их комбинация имеется какое-то свое значение. А вот в Канаде у нас есть зеленые буферные фонари. Для чего они нужны? Об этом в следующем сюжете. Сегодня мы расскажем вам о том, как появились сигнальные огни на локомотивах, и какие значения имеют сигнальные огни на североамериканской и британской железной дороге. Уже в середине 19 века сеть железных дорог в Англии развилась настолько, что поезда получили разделение на классы. В то время их было всего четыре. Пассажирский экспресс, одиночный локомотив, пригородный поезд или поезд второстепенной линии и грузовой экспресс. И уже в 50-х годах 19 века для удобства работников железной дороги такие поезда стали обозначать специальными огнями. В то время эти огни устанавливались на нос паровоза в определенной комбинации. Например, два огня слева и справа означали, что это пассажирский экспресс, а один огонь посередине – одиночный локомотив. Со временем классификация поездов расширялась, и комбинации огней становилось больше. Вскоре система классовых огней распространилась и в других странах, но уже со своими значениями и комбинациями. Например, на железных дорогах Северной Америки была всего одна комбинация – два огня или флага в светлое время суток определенного цвета, а их отсутствие обозначало, что поезд не принадлежит какому-то из классов и курсирует по регулярному расписанию. На большинстве железных дорог мира такая система классовых огней использовалась более 100 лет, а на некоторых действует и сегодня. В этом сюжете мы расскажем о тех двух системах, которые встречаются в TraneSim World 2. Первая и более простая – североамериканская, представленная на канадском маршруте Oakville Subdivision. Вторая и более сложная – английская, представленная на локомотивах класс 40 – маршрут Northern Transp9, дополнение BR Heavy Freight Pack и класс 20 – маршрут Tis Valley Line, дополнение BR класс 20. Начнем с более простой. На железных дорогах Северной Америки действовало строгое расписание, и основные классы поездов требовалось определять только сотрудниками станций, полностью ознакомленным с этим расписанием. Поэтому в обозначении каждого поезда необходимости не было. Однако некоторые поезда обозначались двумя флагами или двумя огнями белого, зеленого или красного цвета. Белым цветом обозначался дополнительный поезд, не включенный в график движения и, соответственно, не имеющий строгого расписания. В этот класс входили опаздывающие поезда и большинство товарных. Зеленым цветом обозначались дополнительные пассажирские поезда, следующие за регулярным фирменным поездом, когда пассажиров было слишком много и его вместимости было недостаточно. В таких случаях за основным поездом пускали еще один или несколько под тем же номером и именем, и каждый из них, кроме последнего, обозначался зелеными флагами или огнями. А в расписании отметка о прохождении поезда станции или какой-либо точки на своем маршруте делалась только после прохождения последнего дополнительного поезда. С красным же цветом все гораздо проще. Им обозначался хвост поезда, последний локомотив с плотки и локомотив-толкач в составе тяжелых товарных поездов. А вот в Британии система классификации сложнее. Здесь целых 10 классов, а для их обозначения используется 4 белых огня в разных комбинациях. Сейчас перед вами таблица со всеми классами и их обозначениями. Предвидя ваш вопрос о классах С, Д, Е и Ф, объясним, что значит обеспеченные тормозами. Дело в том, что британская железная дорога очень старая, и долгое время вагоны не были оборудованы поездными тормозами. Мы уже упоминали об этом в предыдущем сюжете. С появлением же системы вакуумных тормозов, многие старые вагоны по различным причинам остались не оборудованы новыми тормозами, но еще были вполне пригодны для использования. Таким образом, в составе поезда были вагоны, как обеспеченные тормозами, так и не обеспеченные. Разумеется, от их соотношения напрямую зависела тормозная сила поезда. В связи с этим, грузовые поезда были разделены на классы в зависимости от того, насколько весь состав обеспечен тормозами. С появлением тепловозов, параллельно с огнями, начали использовать специальные номера из букв и цифр. О них мы расскажем в одном из следующих сюжетов. А вот интересная идея. Совместить канадскую и британскую системы. То есть комбинация огней будет означать класс поезда, а их цвет будет говорить о том, идет ли этот поезд вне расписания, или это дополнительный пассажирский, или это подталкивающий локомотив. Так вот тогда надо придумать, а какой цвет будет обозначать, что поезд идет по регулярному графику. Какой-нибудь синий или желтый? Или как во Франции на светофорах фиолетовый?